Вот мои занавески, которые я сшила. Раузалия Мутыгова сшила эти занавески три месяца назад, но не получила за них ни копейки. Эти шторы обошлись ей в 64 тысячи рублей, а теперь выходит, что пенсионерка их просто подарила. Насчет денег последний разговор был о том, что 20 мая он перечислит всю сумму на мою карточку Сбербанка. В итоге этих денег не последовало, и через какое-то время я решила узнать, что это за человек. Пообщавшись с людьми, которые контактировали с ним, я выяснила о том, что он просто, я могу сказать, даже не боюсь этих слов, что он аферист и альфонс. Скажите, хозяин Альфонс. Сегодня таинственного сирийца разыскивают 17 человек. У каждого из этих людей своя история. Кто-то положил в его кафе кафель, кто-то работал поваром, кто-то устанавливал вентиляцию. Однако никто из них так и не получил зарплату. А вот эта девушка и вовсе попала на миллион рублей, которые она одолжила восточному мужчине. Чтобы не расстраивать своих родителей, мусульманка прячет лицо. Владеет, ну то, что в Коране есть какой-то, не знаю, гипнозом, что ли. Он все время говорил, что у него сихр еще говорят, то, что он все время вот как-то этим владеет. И я думаю, что может даже обходилось не без этого, не без гипноза. Также выяснилось, что мужчина всем представлялся владельцем халяльного кафе. Хотя на самом деле это помещение он снимал в аренду и задолжал хозяина 700 тысяч рублей. На данный момент мы были вынуждены обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд Республики Татарстан. То есть сейчас подали иск на него, на возмещение его долга по арендной плате. В ходе подготовки сюжета объявилась еще одна жертва этого человека. Девушка представилась бывшей женой. По ее словам, мужчина специально прочитал с ней никах, чтобы выманивать у нее деньги. Главное, что трехкомнатная квартира, в которой живет, это его квартира. И что после того, чтобы я выйду за него замуж, он обещал эту квартиру подарить мне. После того, как мы поженились, оказалось, чтобы эту квартиру мне подарить, нужно продать мою, чтобы вынести определенный залог за трехкомнатную. Конечно же, мы этого сделать не стали, и он тогда начал всячески пытаться выбить из меня деньги другими способами. Удалось ему только уговорить меня взять кредит на 100 тысяч рублей и эти деньги ему отдать. Сейчас восточный мужчина находится в бегах. Как описывают его потерпевшие, это высокий брюнец с бородой и густыми бровями. Ему 32 года. Уроженец Сирии всегда ходит в строгой мусульманской одежде, тем самым внушая людям доверие. Все время говорил в проповеди о Боге, что есть у нас еще жизнь на том свете, и что Бог может там покарать за какие-то деяния. Это он постоянно говорил мне об этом. Я никак не могла подумать, что он как бы обманет меня. Как нам рассказали в МВД, по данному факту ведется проверка. В правоохранительные органы обратились 7 пострадавших. И пока по этому делу не будет возбуждено уголовного дела, МВД не будет официально комментировать эту ситуацию. Эльвира Шарафиева, Агония Замуддинова и Альфред Камилевский. Эфир 24.